С вами Алексей Юрьевич, главный тренер на киноклубе «Спартак». Ваши вопросы с коллеги. Андрей? Андрей Сенченко, Леонид Спартак, Алексей Юрьевич. Ваши представления о игре. Можете объяснить, в чем причина сегодняшнего поражения? Что не получилось, помимо того, что не удалось реализовать моменты, которые было достаточно много? Ну, знаете, бывают такие игры. Через них надо проходить, уметь или бороться. В принципе, моментов много создавали. Но надо дать должный вратарёк. Соперник в сбросе не стоял. Игра была интересная. Я думаю, даже то, что у нас не получилось зависеть, к сожалению. Но надо просто использовать моменты. Я еще раз говорю, искал в своем игрокам после игры, что такие игры будут. И будет их очень много, когда шаг не идет, моменты есть. Надо проходить через это. Иногда, знаете, как бы бывает так, что поражение, оно даже у нас лучше, чем победа. То есть ты анализируешь эти вещи все. И надеешь ему только делать команду сильнее. Поэтому будем работать. Ну, то есть я правильно понимаю, что такое поражение, когда в вашей вообще не игре порода, да? Оно полезно и в том числе и в плане психологии. Ну, во-первых, в плане психологии, конечно, это надо перебарывать себе. Я еще раз говорю, таких матчей много было в спорте. И просто надо через это проходить. И правильную реакцию. Делай правильную броду и готовьтесь к следующей игре. Ну, то есть, по самогаче у меня нет никаких претензий. Когда были там моменты, но это наш внутренний пухнет, на ошибки, на ошибки, на ошибки, на ошибки, на ошибки, которые мы совершили. Иду, пожалуйста. В этот момент все-таки был реализован. Один и был в голову, но он был отменен. И я этот вопрос задавался, где Федору, насколько этот эпизод все-таки мог влиять на это? Ну, он всегда легче, конечно, играть с этим соперником, когда ты видишь эти. Ну, поэтому, конечно, это был бы повлиял на любую вопрос. Ну, повлиял на течение, может, так сказать, игры всего. В общем, и с общей картинку брать. Но, с другой стороны, будем засчитывать, игра продолжается играть в 60 минут. Поэтому здесь, как бы, суповать, потому что это одна из причин, что мы переграли, это неправильно. Еще такой вопрос, может быть, не самый серьезный, но поднялось настроение. У вас вот немножко, может быть, напряглось, что с нефтехимикой как раз было, все так легко получалось. И шесть шайб, и хитрик у Голдобина, может быть, как говорится, расстрелял обойму. А тут еще вчера сходил на футбольный Спартак, там, может, набрался эмоций. Это оно другому мешает. Я, наоборот, за то, чтобы они отдыхали, и с семьей, и так концентрировался только на эре, и с ума сойдет. Ну, а касательно вот того, что больные... Ну, я бы не сказал, знаете, если бы у нас сегодня не было моментов, и когда можно говорить, а когда есть моменты, ну, просто, наверное, не хватило, может, как предвезение спортивной силы. Я скажу так. А так, если есть моменты, значит, есть стремление у игроков идти на пятак, угрожать. Поэтому, там, ну, по моментам, я могу сказать, наверное, ну, вот, я не видел, наверное, последние несколько, сколько у нас был всего. И, в принципе, я, как бы, не любитель статистики, но нам статистику дают, и, как бы, ну, как бы, вот... Ты 44 был? Да, поэтому, ну, да, даже не по броскам, именно по гривым моментам, которые с командой создали, и станутся искать, и мы создали. Поэтому я говорю, что по моменту-то вроде все красиво, а голов нет, вот и все. Поэтому, побеждать тот, забивали на ушах больше на сеансе, и сказали, он надо их больше. Если личный вопрос не поиграет, когда это возвращение у них наложено? Ну, мы следим, то есть, тут день за днем, тут, как бы, говорить конкретное число, я не берусь, да, когда он вернулся, то тут, как будет, реабилитация у него проходить. Поэтому он, под контролем врачей, тренируется уже на льду, но когда он будет готов, мы пока не готовы сказать. Пожалуйста, Мальчатый. Алексей Юрьевич, вот такой уточняющий вопрос, все услышали, что не хватило спортивного везения, да, было много моментов. А вот скажите по своему богатому опыту, то, что такие матчи, Вы сказали, будут случаться, они происходят, но то, что это, допустим, произошло все-таки именно с таким соперником, как ЦСКА в московском дерби, вот в таком матче, где присутствует накал, именно так происходит, или это случайно, и это могло, там, случиться и в игре с нефтехимиком, допустим, или такими? Это совсем может случиться. Я, ну, давайте начнем с того, что, во-первых, это опытная команда ЦСКА. Я уже говорил не раз на всех бесконференциях, что эта команда 5 лет подряд играет в финале. Конечно, эта команда колоссальный опыт, и никогда не надо смотреть, где эта команда находится, в той или иной паблице. Вот, это обман. Начнем с этого. Поверьте, эта команда будет в плыве, и будет очень тяжело против нее играть, потому что это сам опытный, одна из самых опытных команд у нас ввели. Но то, что касается нашей команды, вот, я говорю, спрашивайте, задайте вопрос, потому что это будет не тихий, это для любая команда. Я просто говорю к тому, что для нашей команды это опыт. Все-таки мы строим команду, и для нашей команды преодолеть эти трудности, это для нас, как бы, очередной вызов. Просто сегодня у нас не получилось, но мы, я еще раз говорю, мы учимся на этих всех ошибках, на этих всех нюансах, которые складываются в игре, в каждой. И вот те моменты, которые мы создавали, конечно, мы должны их реализовывать, но сегодня это не получилось. То есть я бы не сказал прям, что не везло конкретно, просто где-то не хватило хладнокровности, где-то не хватило, знаете, как завершения, можно так сказать, холодной головы. То есть, знаете, когда эмоции перехлестывают, и команда хочет отрегаться, иногда чуть-чуть ты делаешь лишние движения, концовки. Поэтому здесь это, я думаю, что это для нас будет большой опыт в дальнейшем, и мы будем, как бы, еще раз говорю, разговаривать с ребятами, объяснять все эти нюансы. Поэтому здесь движемся дальше, а там, знаете, как, посмотрим. Спасибо. Вопрос еще? А, встретим, да? Я слышу вас, можете? Да, я как могу задать, но главное, конечно, было заметно, что ЦСКА очень мастеровитая команда, да, и вот после этого матча уныния нету в команде, что невозможно с ними играть, и дальше, уже придвинувшись в плей-офф. Ну, а как вы, ну, а как мы, почему уныние-то, мы с ними уже играли четвертые игры за последние три месяца, и, в принципе, ребята знают, что это можно с этой командой играть. И даже сегодня проигранный матч, но я считаю, мы играли достойно, и, в принципе, ну, АМ-счет не по игре, можно сказать так. А то, что я не вижу, что ребята, как бы, были в унынии, думали, что мы не можем с ними играть, мы можем играть с собой команды, если мы играем правильно, и выполняем те задания, которые должны они выполнить, ну, игроки, я имею в виду. А так, еще раз говорю, только одна игра, мы не проиграли, понимаете, мы проиграли только одно сражение, но не проиграли войну, мы идем дальше. Ну, вопрос такой, понятно, почему, потому что... Это команда, ясно, вы сами спросили, сами можно сказать, да, 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 команда, конечно, мастеровитая, но вот, у нас есть к чему стремиться, мы тоже в дальнейшем будем становиться еще мастеровитиком после таких поражений, будем делать правильный вывод. И ясно, что они постепенно стараются набирать, да, вот, значит, нам тоже надо, соответственно, все время набирать. Ну, нам надо набирать, нам надо набираться опыта, наверное, да, да, да. Ну, вот, наверное, у нас нет такого еще опыта, какой-то команды, но опыт приходит с играми, со всеми трудностями, которые проливаем все вместе, поэтому, еще раз говорю, мы движемся дальше, я считаю, что ничего страшного не произошло, просто я говорю, и на два раза поражение, оно лучше, чем победа, то есть надо сделать правильный вывод и проанализировать все, вот, и все. И уверенность тренера передать команде, естественно. Согласен. Да. Да, да. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok